Всем привет! С вами Дмитро и это очередной выпуск из Тури мира Кайзерейх. Сегодня речь пойдет о Скандинавии. Приятного просмотра. Отголоски Вельдкрига коснулись только одной из стран региона. Финляндия была независимость от Российской империи в 1917 году и практически сразу же была охвачена гражданской войной. При немецкой поддержке белофинны одержали решительную победу над коммунистами и в государстве была поразгрушена монархия во главе с королем Фридрихом Гессенским, взявшим имя Фридрика Карла I. Суверенитет молодой нации гарантировался лично кайзерам Вильгельму II. После гражданской войны в стране продолжался рост националистических настроений. Финские добровольцы помогали братским народам Карелии и Прибалтики в их борьбе за национальное самоопределение. По итогам Карельского восстания 1921 года при посредничестве Германии был заключен Тартовский мирный договор, по которому Финляндия получила пет сама, а также этот документ закрепил финский контроль над Оландскими островами. Слухи о кровавой расправе русских над уцелевшими Карелами породили антироссийское движение Лапуа. В 1932 году это движение чуть не подняло переворот против короля. Фредерик Карле I принял решение не подавлять Лапуа и поддержать продвигаемое ими решение о подготовке к войне с Россией. На сегодняшний день правительство примонархии целиком состоит из представителей данного националистического движения. Шведское королевство формально сохраняло нейтралитет в Вильгельге, однако поставляло добровольцев и ресурсы в Германию. Во время финской гражданской войны шведы оккупировали Оландские острова, однако под давлением немцев были вынуждены вернуть их Финляндии в 1921 году. С тех пор шведско-германские отношения значительно ухудшились, а король Густав V начал искать потенциальных союзников, нарушив многолетний нейтралитет. Норвегия осталась нейтральной в Вильгельге, даже несмотря на значительные потери торговых судов из-за торпедных атак. В 1920 году был присоединен Шпицберген. Правительственный курс на переход от аграрного общества к индустриальному привел к инфляции и безработице, из-за чего в стране радикализировались синдикалистские и националистические партии. Очевидно, что правлению короля Хокона VII в скором времени положит конец одной из этих движений. Дания также избежала Вильгрига и за эти годы стала страной с самым высоким уровнем жизни в мире. Однако датская экономика становится все более зависимой от германской, а также возрастает напряженность в Исландии и Гренландии. Королю Кристиану X необходимо разрешить эти вопросы в самом ближайшем времени. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в соцсетях. Всем удачи и пока!